Всем привет! Меня зовут Саша и вы на канале о вязании. Сегодня поговорим о моей последней покупке. Это набор спиц от Чиагу. Чиагу Твист Шотис, супер короткие спицы. Покажу, что внутри набора. Покажу, как у меня получается ими вязать, насколько это удобно. И сначала немножко о спицах Чиагу. В общем, углубляться не буду. Коротко расскажу, чем я пользуюсь и почему Чиагу лучшие спицы в мире. Это для меня, конечно. У меня есть такой набор. Ему около двух лет. Я покупала его, когда вот этот размер, это 10 сантиметров, считался укороченным, потому что точно такой набор был в сантиметрах 13, по-моему, да, спицы. Очень удобно. Я довольна. Я пользуюсь практически во всех проектах именно этими спицами. Я докупила недостающие и нехватающие мне номера. Это 2.0, которого нет в наборе, и троечку. И, по-моему, две или три лесочки я купила. Одну очень длинную и одну, наверное, для шапок, еще одну короткую. Не помню уже. В комплекте тут три лески идет. Очень удобные спицы. У них обалденная леска без эффекта памяти. Хороший металл. Хорошие крепления. В общем, если вы вязали Чиагу, вы знаете, о чем я говорю. Если вы не пробовали, возможно, стоит вам попробовать, потому что я, попробовав однажды, никакие другие спицы просто теперь использовать не хочу. Этого набора мне вполне хватало до одного прекрасного дня, когда я вязала рукав от кардигана на этих спицах, на короткой леске. Рукав довольно широкий, мне хватило объема самой короткой лески, но так впритык. И я вяжу, думаю, было бы удобно, если бы были такие коротенькие совсем спицы, чтобы этот рукав так быстро по кругу гонять. Будет классно. Я сразу же полезла искать, не нашла Чиагу. Почему я не взяла отдельно попробовать какой-то один номер, почему-то не смогла определиться, какой именно номер мне нужен. Увидела, что есть набор. Думаю, ну, уже буду брать целый набор. Конечно, он стоит довольно прилично, но у меня была возможность его купить, и я это сделала. Итак, что у нас в наборе. Сам он, как видите, суперкомпактный, маленький, удобный. То есть я храню этот набор внутри вот этого. Он прекрасно помещается. Линейка с определением размера спиц. Ключики, заглушки для лесок, маркеры. Кстати, вот маркеры от Чиагу. Это самые бесполезные маркеры, которые я видел. Это единственное, в Чиагу, меня разочаровала компания. Это они неудобные, они и такие какие-то пластиковые толстые кольца. В общем, какая-то ерунда. Я один раз попробовала пользоваться. Не мое совсем. Так, и внутри у нас в комплекте идет три лесочки размера мини. 13, 15 и 20 сантиметров. Одной уже тут нет. Она у меня в работе. Дальше покажу. И вот такой чехол, собственно, со спицами. Очень маленький, компактный. Вот он размером с ладошку. Открываем, смотрим. Я взяла маленькие размеры спиц. Точно такой же набор есть у трех с половиной и дальше. У меня от двоечки 2,25, 2,5, 2,75, 3 и 3,25. Каждый номер представлен в двух размерах. То есть у нас две спицы длиной 8 сантиметров и точно такого же диаметра две спицы длиной 5 сантиметров. Очень крохотные. Я когда достала, подумала, какие некрохотные, как их вообще использовать в работе. Тоже вы видите 2,5 нет. Они там же, где и леска. По комплектации, как всегда, чья гу на высоте. Это очень красиво, функционально, ничего лишнего. Очень все удобно. Тут вот такой карабинчик, то есть можно куда-то цеплять в проектной сумке. Вот. И показываю, как ими я вязала. Это будущий носок, но не на этих спицах он довяжется. Сейчас расскажу, почему. Пряжа это обычная насочная регия. 400, по-моему, метров в 100 граммах. Спицы 2,5. Я взяла левую спицу длиной 5 сантиметров. Я их вытяну, покажу. Правую длиной 8 сантиметров. Так удобнее работать. Возможно, кому-то удобно и двумя короткими, но почитав информацию и посмотрев всякие ролики, я решила, что это вот самый такой логичный способ. Вполне хватает вот этой короткой лески. Тут 64 петли. Резинку я связала и начала вязать уже по голенок. Итак, обычно, когда спица длинная, я имею в виду, то есть длиннее 8 сантиметров, как минимум 10. Я когда держу спицу, она упирается вот всей длиной на все пальцы. И это удобно. У меня получается быстро так вязать. Все нормально. Тут вот эта спица тоже у вас висит как бы в воздухе. Вы можете держать только двумя пальцами. Все, третья тут она уже закончилась. И когда вы держите вот эту короткую 8 сантиметровую спицу, мне не хватает всех четырех пальцев. Вернее, их слишком много. Спица заканчивается вот после третьего, уже идет леска. Поэтому, чтобы хоть как-то упирать, я тоже такой способ где-то на ютубе нашла. Я кладу вот эту спицу на мизинец и таким образом провязываю петлю. Сейчас двину и покажу, как это выглядит. Возможно, на видео это более-менее прилично, но для меня это недостаточная скорость. Я вяжу носок обычно способом Magic Loop раза в два быстрее. То есть, это довольно медленно. Но это еще полбеды. То есть, я сначала решила, что я свяжу весь носок, прям покажу вам, что это возможно сделать на таких спицах. Но, провязав вот этот вот небольшой кусок, вот тут на мизинце, вот видите, где сейчас мятина, образовывается такое красное и очень болезненное место. То есть, сюда давит спица и вызывает раздражение вот трением либо спицы с нитью, либо просто от того, что как-то это неестественное положение для вас, и кожа непривыкшая выдает вот такое раздражение. Мне это прям сильно как-то меня расстроило. Вот, поэтому я эту затею отложила, и мой вердикт по этому набору. Это совершенно необязательная покупка. То есть, если набор спиц вот такой я могу рекомендовать как просто must-have, это должно быть в арсенале человека, который вяжет много и часто, то это так, баловство. Я, скорее всего, буду использовать это как вспомогательное такое, да, средство для вязания. Банжет у свитера. Это, да, удобно по кругу, то есть, со средней скоростью. Это не такое большое, там, полотно. Связать вполне себе можно. Возможно закрытие шапок. То есть, когда вы вяжете шапку на кругловых спицах, подходите к формированию макушки, где количество петель уменьшается, чтобы не переходить на magic loop, либо чулочные спицы. Многие не любят эти способы. Вполне себе можно эти спицы использовать. Но для вязания проекта целого, даже такого массипузненького, как носки, я не знаю, смогу ли я довязать даже вот паголинок. Потому что не очень удобно держать спицы и довольно маленькая скорость. То есть, если вы вяжете в удовольствие и никуда не торопитесь, это может быть приемлемо. Я тоже не то, чтобы я торопилась, но когда я знаю, что могу вязать два раза быстрее, сидеть и потихоньку перебирать петли просто потому, что я купила эти спицы, не очень разумное решение. То есть, не совсем выкинутые деньги. Я буду этим пользоваться сто процентов. Возможно, я попробую еще как-то по-другому держать спицу, не упирая вот в мизинец и не вызывает раздражения на пальце. Но это сто процентов не обязательная покупка. Поэтому имейте в виду, если вдруг вы присматривались к такому набору, возможно, стоит взять одну пару какого-нибудь ходового для вас размера вот таких спиц и попробовать, потому что значительно дешевле и вдруг у вас действительно пойдет вязание и вам понравится и вы будете часто их использовать. А если у вас не получится, то это не будет не так обидно, как если вы купили набор. Поэтому этот носок я сначала даже хотела не распускать, а переснять на спицы и продолжить вязать magic loop. Но я боюсь, что плотность будет отличаться, потому что вот резинка обычно у меня выглядит немножко не так, как здесь. Поэтому, скорее всего, я это распущу, благо это совсем чуть-чуть, и начну вязать любимым magic loop быстро и красиво носок. Вот такой небольшой обзор. Надеюсь, информация будет кому-то полезной. Спасибо, что посмотрели. До встречи в следующих видео. До свидания!